Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие зрители канала «Русская икона» показывает Андрей Булдарев. Мы находимся сейчас в доме Андрея Игнашина, который является восстановителем традиционного гуслицкого листья. У нас достаточно давно на канале не было передач по медно-литой пластике. Ну вот, не было повода, не было материала, который стоил бы того, чтобы вас о нем извещать. И вот время шло, и возникло новое явление, которое мы и хотим вам представить. Новое явление в лице литья Андрея. С нами вместе Елена Яковлевна Зотова. По нашему каналу, если кто вспомнит, когда-то у нас была передача, когда, помните, какой год? Это был фильм «67-й» в 2018 году. Тогда мы делали передачу из музея Рублева с выставки. И вот прошло пять с лишним лет. Елена Яковлевна работает сейчас. Где вы работаете? Сейчас это музейно-информационный центр Преброжанского Сарабреческого монастыря города Москвы. Но все равно Елена Яковлевна занимается медно-литой пластикой. Ну и, наверное, основная тема интереса, правильно я понимаю? Да, основная. И вы друг друга нашли в плане того, что вы нашли Андрея как художественное местное явление. Андрей нашел вас как научного, так скажем, консультанта, правильно я понимаю? Как-то удивительно сложилось у нас, да. Андрей, расскажи, пожалуйста, твое увлечение медно-литой пластикой откуда взялось? Ну, с медным литьем я был знаком с самого детства. Сам я из старообрядческой семьи. Мать со Степановки из деревни, отец из Богородского. Вот каждое лето в детстве я проводил в деревне у бабушки с дедом. Вот. И там я, собственно, на божнице увидел впервые медно-литые иконы. Помимо того, что стояли там живописные на дереве писанные иконы, были иконы медно-литые. Это Илья Пророк, Огненное Восхождение Ильи Пророка. Это то, что я помню из детства, да, я чуть позже покажу эту икону. Священно-мощенник Антипий, Складень Праздничный, Четырехстворчатый там стоял, Крест. Вот Илья Пророк и Антипий, и Крест. Сегодня покажу. Хорошо. То есть это прямо с детства? Да, да, прямо с детства, да. Это вот твое знакомство с медно-литой иконой. То есть ты практически жил в среде тех людей, которые медно-литой иконой, так скажем, пользовались. Правильно? Да, молились. Молились на нее. Ну, то есть прям непосредственно среди тех людей, для которых она создавалась. Да, да. Скажи, пожалуйста, вот какое-то особое отношение именно к медно-литой иконе было в твоей семье, в твоей среде? Да, как такового, чтобы как-то выделяли, наверное, нет. Просто говорят, что старообрядцы, они к писаным иконам относились с осторожностью. То есть им нужно было, чтобы писаные иконы были написаны именно мастерами их согласия. А к медно-литым не так. К медно-литой они принимали всякие. Ну, там поповские и беспоповские есть отличия. А так, не смотрели на конфессиональную принадлежность мастеров и почитали их всех. Это вот как-то проявлялось. Ты такое видел? Нет, такого различного не видел. Не видел, да? Ну, интересно. А помимо семьи еще старообрядцы вокруг тебя были? Ну, конечно, да. У нас вообще здесь местность, она старообрядческая. Вот раньше деревня Степановка, Абрамовка, Афсюнь, на ней все на 100% были старообрядцы. Ну, так же, как и Анциферова. Мы сейчас находимся в деревне Анциферова. Это гуслицы. Это то, что имело собственную иконописную школу. Про гуслицкое литье мы как-то делали передачу вместе с Андреем Кириковым, одна из ранних передач. И вот мы присутствуем в доме, который раньше был домом мастера медно-литой пластики. Правильно я понимаю, да? Да. Ты как в этот дом попал? Ну, раньше в этом доме проживал Владимир Иванович Варламов. С ним знакомый с 2011 года. Мы с ним дружили. Так получилось, что в 2016 году мне захотелось возродить этот промысел. Ну, так вот, ради интереса. Где-то я прочитал, что якобы промысел этот утрачен. А так как я знал, что здесь были литейщики, в деревне проживали Варламов. Это вот Федор Варламов с внуками, его я дружу, это Илья и Федор. Вот они мне рассказывали то, что у них дед раньше лил нательные кресты и иконки для Рогожского кладбища. Вот, до конца 80-х, да? Да, вот, понимаете, он номер в 1992 году, Федор Иванович, скончался. То есть я все-таки думаю, что до кончины. Хотя он уже в течение 10 лет практически не видел, он был слепой. Очень интересно. Получается, что, я об этом не знал, то, что медлитая пластика, она отливалась до 80-х годов 20-го века. И то есть мы сможем видеть какие-то сейчас предметы, которые мы будем воспринимать как предметы подлинные, ну, с коллекционной точки зрения. Потому что различие между отношением верующих к иконе и отношением коллекционера к иконе, мы, наверное, все равно придется нам сейчас коснуться. Потому что мы сейчас как раз и имеем явление, которое находится на стыке. Вот это очень интересный момент. Вот, то есть, прямо буквально подлинные иконы, которые неотличимы от икон 19-го века, так я понимаю? Ну, насколько они отличимы, я не могу сказать. Это, наверное, больше вопрос к Елене Яковлевне. Меня поразило при первом таком знакомстве. Дело в том, что у меня тоже как-то своеобразно прошло знакомство с Анцитровским литьем, поскольку я о нем вообще не знала. Понимаете? До этого можно было говорить о Загарском, Поморском, Гуслицком литье. Вот, известный Владимирский краевед, он добавляет еще погостское литье. То есть литье полугорского погоста. Понимаете? Анцитровское нет. Об Анцитровском я впервые прочитала у Василия Григорьевича Друживина, известный исследователь поморской, стеревреческой книжности и поморской пластики. Понимаете? Он упоминает Анцитрова. Я о нем вообще ничего не могла сказать. Вторая моя встреча вот именно с этим сортом медного литья произошла, когда один из коллекционеров, Николай Иванович Давыдов, известный предпочитатель и исследователь медно-литой пластики, он мне дал ознакомиться с таким каталогом, каталог кустарной выставки, которая была в Санкт-Петербурге в 1913 году. И вот здесь произошло такое уже открытие имен из деревни Анцитрова. Я могу, собственно, показать даже вот эти фрагменты. Подлинненько у меня нет. Вот указатель Московского отдела, второй всероссийской пустарной выставки, это первый лист. Экспоненты, экспонаты. И вот мы читаем, посмотрите, под номером 89, Варламовы, Григорий и Тарас Назаровичи, Ильинский погост, это основной поселение, говорит здесь, Московской губернии, деревня Анцифорова. Это вторая моя встреча с этой деревней. Что лилии, что представляли на выставке, медно-литейные кресты и иконы. Меня поразило. Под номером 95, Варламов, та же фамилия, посмотрите, Варламов Иван Никитич, Ильинский погост, Московская губерния, деревня Анцифорова, медно-литейные кресты и иконы. И еще под номером 91, опять, Варламов Фёдор Никитич, Ильинский погост и так далее, медно-литейные кресты и иконы. Это чей дом, кого из этих? Надо же. Это до революции здесь проживал дед Владимир Ивановича, Иван Павлович Варламов. Вот он на фотографиях здесь со всеми семейством. Вот он занимался медным литьем. То есть, а тут нет его, да? Вот мы не все, наверное, смогли вот так по-градословной восстановить, потому что мы знаем Григорий Тарас Назарович, можно сегодня говорить, правильно? Да, да, да. Вот с этой линии Никитичи, вот Иван и Фёдор Никитич, пока вот не получилось восстановить кто-то, поскольку очень много... Ну, все они пошли от Варлама. То есть, здесь литьем занимались все Варламовы. Между собой они, я так полагаю, двоюродные братья. Сколько мы уже? Литейных мастерских пять, наверное. Пять мастерских в одной деревне, это не всего. И все Варламовы. Все Варламовы, в чём и сложность, понимаете? И причём вот это вот, как бы вот, что нужно искать в Варламовых, подсказал ещё местный краевед. Это было в 2003 году, понимаете? Просто меня один из исследователей, гуслицкая история поселения, Сергей Сергеевич Михайлов, он меня в эту историю втянул. Занимайтесь гуслицким литьем. Я говорю, я ничего не знаю о гуслицком литье. Я знаю о поморском немного и больше вот о московском, преображенском, понимаете? Он говорит, ну что-то сделайте. И вот вышел тогда вот первый сборник гуслица, старый, нет, вот первый этот, да. Старый, но гуслицкий, 75 лет, аре-позвольского района. И я попыталась как бы разделить гуслицкое и загарское литьё, потому что это разная, разный сорт медного литья, понимаете? И вот встречают меня перед конференцией, уже тогда старенький он был, Николай Степанович Самошин, это местный краевед, понимаете? Ну, первую фразу, которую он говорит, сразу, как я вхожу в фойе в конце вот этого Дома культуры, он говорит, я знаю только от них мастеров Варламовых. Понимаете? Вот больше он, собственно, ничего не сказал. Простите меня подробно и дальше сажусь на место. Со мной сидит учительница местной школы Давыдовского лицея. Это всё гуслицкие люди, да. И она спрашивает меня, что тебе сказал Николай Степанович? Я говорю, он сказал, что знает только от них, в прошлом, конечно, мастеров, литейщиков Варламовых. Она мне говорит, у меня в лицее учатся дети с этой фамилией Варламовой. Давай-ка я поговорю с отцом. Там у меня мальчик и девочка. Я говорю, давай. И она мне звонит. Вы понимаете? Она говорит, действительно, Андрей Александрович Варламов, когда он был подростком, он вместе, получается, с дедом и с дядей, получается, он лил в деревне Анкситеров. И вот так уже моя история обратилась, понимаете? Андрей не ответил, а как же ты попал в этот дом? В 16-м году я начал осваивать медно-литейный промысел. На тот момент у меня не было даже мастерской. Лил в теплице, можно сказать, на коленке. Соорудил свою первую печку кирпичную, сделал поддув из старого советского пылесоса, плавил на угле. И вот здесь, где она? Вот первая отлитая качественная, ну, более-менее качественная, но и икона. Это в 16-м или 17-м году я сейчас точно не помню. А, модель, модель еще. Это Георгий Победоносец. Нет, модель я имею в виду была. Получше, нет? Модель сама, модель первая. Так, а вот это я сейчас не помню. Да, 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 да. То есть сохранились, получается. Вот поэтому это матка, так называемая. Матка, да, модель, да. Вот, чтобы не путаться, значит, начал я лить, первые попытки у меня были, пришел ко мне мой знакомый, Владимир Иванович Варламов, да, в 16-м году, и сказал, пойдем, я тебе кое-что покажу. Мы, значит, пришли в дом сюда, в той комнате он мне достал, значит, иконы матки, которые здесь у него находились, и говорит, бери, пользуйся. Вот, собственно, так и... А дом-то как к тебе попал? Так вот, в 17-м году Владимир Иванович, и при жизни он мне сказал, что здесь вот прям показал место, где стояла до революции меднолетейная мастерская. В 17-м году Владимир Иванович умирает, и, получается, в наследство вступает его сноха, и сноха мне уже продала дом. Понял. Так, хорошо. На эту тему потом поговорим по поводу того, что теперь ты работаешь там, где были старые мастера. Теперь вот давайте мы зрителям покажем. То есть это настоящее... А почему у него такой оборот? А, и ты такой же делаешь. То есть для матки нужен еще и такой оборот. Я думаю, что матка – это то, с чего делают медная литую икона, что она должна быть гладкая, потому что нет, не обязательно? Нет, нет, нет. Там же идет двусторонняя формовка. Двусторонняя? Да. Это, так я понимаю, самая четко проработанная икона, которая только бывает. Лечь еще бывает какая-то более проработанная икона. То есть это вот с острым носом, вот все как надо, да? Ну да, она как бы сразу мне бросилась в глаза, то, что у нее такой хороший рельеф. Ну, это я позже уже понял, что это рабочая модель. Рабочие модели. Да. То есть на протяжении 19-го и 20-го века вот именно с этой матки делались все иконы вот такие. Вот здесь, правильно я понимаю? У каждого мастера, наверное, свои. Еще вот говорили, я хочу это понять, действительно так оно и есть, что отлитые иконы меньше, чем оригинал. Это так? Да. Вот интересно. Ну да, вот я вижу, что это так. Вот если мы сейчас попробуем сделать... Усадка, да. А почему усадка-то происходит? Вот не понимаю. Дорогие зрители, обратите внимание. Вот смотрите, видите, вот эта икона чуть меньше вот этой. Говорят, что даже датируют иконы по их размеру, потому что изначальность там в 18-м или 17-м веке появлялась вот такая икона, с нее потом делали копии много, потом она приходила в негодность, потому что она все равно тратится, когда с нее что-то делают. И самая лучшая, вот такая уже, отлитая с нее, становилась маткой, следующей. Но она была чуть меньше по размеру, следующая была еще чуть меньше по размеру, следующая еще чуть меньше. Да, да. По крайней мере, я такое слышал, вот что, не являясь, так сказать, специалистом медной пластики, вот я действительно смотрю отлитую с матки иконы и вижу, что она, ну, на миллиметр, а тут даже на полтора меньше. Почему это происходит? Ну, смотрите, в общем, во-первых, первая усадка идет при формовке, то есть, когда мы икону отформовали, мы форму эту сушим. Но при сушке она, соответственно, немножко усаживается, ну, там буквально миллиметр, может быть, полтора, полтора. А потом вторая усадка идет при заливке металла. Ну, жидкий металл в процессе кристаллизации он немножко тоже усаживается. Вот так вот. Да. Очень интересно. Вот теперь буду знать, теперь по физическому основу этого. А можно вот так вот, или, 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 датировать иконы по их размеру? Ну, по крайней мере, там поколение этих икон. Сколько там поколений от производства первой иконы? Нельзя, да? Сложно. Ну, вот я такое слышал, но вот вы не подтверждаете. Будем считать, что это такая легенда коллекционерская. Хорошо. Вопрос такой. А можно отличить анциферское литье от другого литья, какого-то неанциферского? Вот в чем его особенность? Прежде всего, понимаете? Самое удивительное, что когда я поднимала уже приз куранты начала 20 века, наследников Истрякова, то оказалось, что анциферовское продавалось дороже, чем загарское. Оно продавалось 30-38 рублей за путь. То есть оно чем-то отличалось. И вот разучала фраза, что это гуслицкое. Самое удивительное, что оно следует, вот то, что мы сейчас видим с вами, вот прекрасные образцы, оно следует преображенским. Московским моделем, понимаете? Не гуслицким. Вот это удивительное явление. Анциферовское, почему оно так выдело? Значит, оно имеет свои особенности. Если вы представляете, как оно гуслицкое. Да, мы когда с Андреем, мы об этом говорили, он приводил эти прайс-листы, ну, прескуранты. Так, ну, а вы-то в состоянии отличить анциферовское от неанциферовского? В каком смысле? Ну, вот просто вот вам дали икону, и вы поняли, что это анциферова, а это нет. Вот когда я первый раз увидела, просто тогда еще в музей Андрея Рублева приехал один из мастеров, Виктор Константинович Шишов, мастер-литеющий советского времени, и он привез, собственно, целый ряд этих икон. Меня поразила особенность оборота. Не было опиловки. Знаете, я удивилась, говорю, почему же нет опиловки? Она должна быть. Вот есть. Так, это уже иконы, иконы литья Андрея. Вот этот вот комплекс, чтобы нам не было в данном случае, вот это все нужно говорить уже теперь об анциферах, кроме первой иконы. Перед вами вообще уникальная, конечно, возможность благодаря руководству Преображенской старообрядческой общины, которая предоставила в свое время Андрею на один день буквально вот эту модель. Это модель работы уже знакомого вам мастера Родиона Семеновича Хрусталева, о котором мы снимали фильм. Понимаете? Это модель Хрусталева. То, почему Хрусталев делал свои исходник хрусталевский. Да. Дело в том, что у нас сейчас вот выявлено собрание, собственно, Переображенской старообрядческой общины, 14 рабочих моделей Хрусталева. Из которых потом все шли уже отлитые им иконы. Да, совершенно верно, до отлитки уже, да. И самое удивительное, что вот здесь как раз Андрей именно увидел монограмму в виде одной буквы «Р» вот здесь вот сбоку. Я даже не увидела, Андрей увидел. И с разрешения дальше уже Преображенской общины икону мы привезли сюда. На один день вот так же я приезжала сюда. И в течение дня Андрей выполнил уже свою рабочую модель, копию с Хрусталевской. Вот я вам уже даю работу Андрея Игнашина. Вот тут есть Тир? Да. То есть ты повторил полностью вместе с... Да. Слушай, скажи, пожалуйста, ну это достаточно высококлассная работа, прям совсем высококлассная. Ты, естественно, еще потом работал чем-то типа Штихеля, правильно я понимаю? Или чем-то... Нет. Это просто ричье? Да, это просто... Без обработки, да. То есть ты вот это вот все не прочерчивал, и не прорисовал? Нет, нет, нет. Что? Андрей очень хорошо сказал отзыв его о модели Хрусталева. Я помню первое впечатление. Очень хорошая модель. То есть не забирает землю. Широконизм. Не забирает землю. Ну то есть если модель не очень качественная, да, там при формовке, когда вот открываешь опоку на отформованной опоке, можно увидеть отломанные кусочки земли, если не качественная модель. И, соответственно, после заливки, там где выломалось, там будет наплыв. Лакуна. Нет, не лакуна, а наплыв. Наплыв. Наоборот, да. Ну, очень часто можно... Слушай, а чем это вызвано, что тут не забирают землю, а там забирают? Что такое там качественное? Она гладкая? Или как? Или материал? Что это? Нет. Правильные конуса при чеканке. При чеканке. То есть вот... Да. Смотрите, если... Обратим внимание, если в лупу посмотреть, вот даже на шрифты, каждая буковка имеет уклон. То есть от верха к низу идет конус, расширение, чтобы ее можно было извлечь из земли. без потери качества. Слушайте, тогда почитайте обратно воспоминания Анфим Петровича Серов вот у лежит сборник русской медной литью, и там мастер пишет, что лучшие мастера были в Москве, и он прямо пишет, как должна быть выполнена модель, чтобы она не забирала землю. Это очень важный момент. Сборник, кстати, может тебе бы показать. Хорошо, а вот вопрос такой, давайте их сравним, во-первых. Возьмите вот... Во-первых, по размеру. Это вот... Тут одинаковый размер. Слушайте, да. Почему тогда вот это выполнено в одинаковом размере? Если ты говоришь, что каждый усаживается. Ну, может не усесть. Да, может и не усесть. Но больше точно не будет. Ну, понятно. А вот материал, вот тут достаточно красивый цвет патина вот такая. У тебя она такая вот, ну, как сказать, сама фактура, что ли? Ну, вот я думаю, что это именно из-за материала. Она не такая красивая, как здесь. Почему? Нет, ну, после литья они вообще получаются... Да, было обработано. Ну, вот такого цвета. Это вообще вот не обработанный, темный. В указе о медном мастерстве там, значит, указано то, что после литья должны были отквашивать в ягодах и варить с солью, чтобы икона приобрела золотистый цвет. Вот, допустим, какого вакуума. А, ну, это патина, она от времени образуется. А ты варишь в ягодах? Ну, я пробовал варить в ягодах, я другую кислоту подобрал. То есть ты протравливаешь потом все? Да, да. Ну, в ягодах, это же кислота. Там, по-моему, щавелева есть, если не ошибаюсь. Это поморские мастера, собственно, писали указ. Вот Андрей, упомянул очень важный источник. Можно даже взять, собственно, сборник, указ как литик, как химик там наводить, составленный поморским мастером 18 века. И по нему Андрей научился литву. Да, по нему я и научился. Понимаете, это меня поразило. Да, вот этот вопрос не задал. То есть в детстве у тебя не было человека, который тебя бы обучил этому? Не было, конечно. То есть ты это все взял из книжек? Из книжек. А разговаривался, дали ли тебе какие-то секреты, дошли ли до тебя какие-то секреты мастерства? После того, как Владимир Иванович мне передал матке, точнее, вру, когда я начал лить, я общался с потомками Федора Варламова, с его внуками, которые вместе с ним лили в советские годы. И основы мне рассказали, как выглядит опока, какая должна быть земля, как формовать. Но это была основная информация, которая, в принципе, описана и в советской литературе по литью. А сам процесс, можно сказать, я осваивал руками. То есть никаких секретов таких нет? Секретов очень много. Секретов очень много? Секретов очень много, да. Ты их сам находил? Сам находил. То есть это все потом и кровью. Сотни отливок некачественных было, и порой руки опускались. Ну вот... То есть ты сам все это нащупываешь? Да, да, да. Кстати, вот такой момент. Вот по поводу твоих икон. Нет ли такого отрицательного отношения к ним со стороны коллекционеров? Потому что ты же делаешь очень похоже на оригиналы. Их можно выдавать за оригиналы. То есть вот, допустим, Сергий Радонежский икона, вот, ну сколько такая стоит на рынке? Я не знаю, но, наверное, достаточно немало. Насколько я понимаю, вот икона Сергия Радонежского, да? А твою икону можно выдать за старую икону. Правильно я понимаю? Ну, наверное, я не уверен. Вот. И, ну, по крайней мере, для человека, который не сильно разбирается, можно ее как-то так сделать, чтобы она была очень сильно похожа. Так вот, скажи, пожалуйста, как вот эти коллекционеры относятся, и делаешь ли ты что-нибудь, чтобы твою икону нельзя было продать как старую? Да, я ставлю клеймо. На всех? Да. Вообще на всех? Вообще на всех. То есть, если я тебя попрошу сделать мне без клейма, ты сделаешь? Сделаю. Ну, тогда не на всех. Понимаешь? Клеймо, вот я вот увидел, вот оно, да? Вот это вот. Да, внизу. Да. То есть, понимаешь, если ты не на все ставишь клейма, то тогда существует большая вероятность того, что твои иконы будут потом продавать как старые. Сколько у тебя стоит икона вот такая вот? Маленькая. Ну, большая, вот Сергей Радышевский. 10 тысяч. Вот. Для большинства икон это дорого, но для сюжетов редких, как его Сергей Радышевский, это совершенно недорого. Вот. Там, у тебя там был, где-то, где-то, единородный сын, правильно я понимаю? Да, 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 да. Я просто не помню, цен на медную пластику, но она порядка там 100 тысяч рублей стоила. А вот она будет стоить 10, правильно? Да. Но если ты не поставишь клейма, продашь ее кому-нибудь, то он же может ее продать там за 80, за 60, как настоящую, да? Поэтому клейма я ставлю. Да. Вот как выяснилось и на все. То есть, если я тебя прошу, то сделай без клей. Ну, допустим, на иконе Андрей Стратилата там клеймо, в принципе, некуда поставить, если только с обратной стороны. А с обратной стороны, если будешь ставить, то спереди может получиться выпуклость. Понятно. То есть, там есть возможность, я ставлю. Так. Сейчас мы тогда вот о чем поговорим. Вот, я так понимаю, что любому мастеру хочется иметь собственное творчество, да? То есть, это вот то, что ты сделал самостоятельно. То есть, оригинальной модели такого нет. Нет, да. Это... По поволокуму. Да, по поволокуму, да. Вот. Вот это вот. Это оригинальная форма. Оригинальная в плане того, что это вот то, что ты сделал для того, чтобы отливать все остальные. Правильно? То есть, это оригинальная форма. Так, сейчас, секунду. Мне надо посмотреть, какая из них матка. Так, ага. Вот это моя. Вот, да. Вот матка. Да. А это, это моя моя. Да. Слушай, а почему все-таки вот цвета такие разные? Ну, здесь уже патина появилась. То есть, это будет вот такая же? Со временем, да. Хорошо. Вот. Это ты сделал самостоятельно. Разработал этот сюжет и начал его отливать. Да, друзья помогли. Как ты вот такую матку сделал? Расскажи. Ну, эта матка, то есть, получился собирательный образ. Бороду брали от священномущеника Антипа, волосы от спасителя, ну, а рамка известная, виноградная, книга тоже от Антипа. А стальной одежды? Ну, как бы, все. Иконописные образы использовались. В основе, да, иконописные образы. Да, конечно, конечно. Мы узнаем, он такой по вакууму. Понимаете? Нет, я вот, по поводу узора одежд. Вообще, что это за одежда такие? Это вот, должны быть на нем священнические одежды 17 века, да? То есть, это, грубо говоря, Епитрохиль должна быть хотя бы. Что-то я тут не вижу Епитрохиль. Он же Кротопок. Ну, почему? Вот она как раз и есть. Вот она. Епитрохиль, галстук, грубо говоря, вот такой вот. Основная одежда священника, это Епитрохиль. Остальное все, Филон и так далее, это уже наносное. А вот он должен ходить вот с этим, Епитрохиль, такой большой галстук, широкий, длинный. Ну, вот, за основу брался живописный старобряческий образ 19 века. То есть, я в этом, как бы, не очень разбираюсь. Понятно. Брали за основу. Вот тут вот, просто, ну, значит, они так написали, старобряцы, значит, что это комментировать? Написали, написали. Хорошо. Даже вот просто я хочу сказать, что вот на иконе преподобного Сергия, он же, у нас тоже священник, монах-священник. Он преподобный. Преподобный, это, вот у него мантия. Другое одеяние. Вот святитель, вот ему, там, вот святитель Николы. Святитель Никола, у него амафор, он не священник. Вот это, вот основная одежда святителя, это вот это, амафор, вот эта лента. То есть, вот чем отличается на иконах, и вообще не на иконах, а в жизни, митрополит, священник, друг от друга, там, епископ, священник. У епископа амафор, это широкая лента, которая вот так вот, одним концом так, а другим концом через него. А Петрахиль, это сшитая, как бы, с дыркой для головы, галстук такой, который надевается сверху. Вот. И поэтому у меня, вот этот вопрос возник, потому что, вот, все-таки, лик, он подчеркивается всегда на иконах. То есть, если мы имеем перед собой преподобного, то он, ну, как Сергий, с химией, если мы имеем перед собой святителя, то вот, как у Николая, тоже мы видим амафор. Вот здесь вот, здесь вот, именно того, кто он, я не понял. Старообрядческие священники, они крестов не носили в тот период времени, я не знаю, как сейчас. Носят, носят, да, 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 носят, носят, Ну, это некоторая условность, она все-таки допустима, вообще в целом. Не, мне просто интересно, вот это же... Ну, мы узнаем образ. Вновь разработанный сюжет сейчас появляется, да, то есть, а у старообрядцев, когда они какие-то сюжеты разрабатывали, старообрядцы вообще с чем отличаются? Большой книжностью, начитанностью, вниманием, именно к тем мелочам, которые, которые для малопосвященных, малоосведомленных являются незначительными, а для них значительными. То есть, вот эта вот как раз старообрядческая грамотность, так сказать, я не знаю, образованность в вопросах веры, она подчеркивается и в образах, постоянно так бывает. То есть, вот какая-то мелкая деталь, которая для человека со стороны ничего не говорит, а позволяет выявить степень понимания, так сказать, материала, степень понимания, заложенного в образ смысла. Я поэтому и задаю вопрос, потому что когда вот такая компиляция, просто интересно было, как это сделалось. Это действительно живописный образ начала 20 века, я так представляю. Или 19, или начало 20. начало 20 века образа, из-за взаимодов. Так, это значит, у нас получается изображение из интернета. Слушай, можно вот эти две иконы Георгия Поведоносца? Да. Вот такой вот момент. Это ты отливал разных материалов, да? Да, это вот бронза необработанная, торцы необработанная. Вот, дорогие зрители, давайте посмотрим. Вот, это матка, правильно я понимаю? Да, это матка. Вот это очень хорошо сделано по качеству, вот прям такой прорисованный. Это ты отливал? Я отливал, да. А вот это 17-й год. Это просто она в патину вошла, и так, поэтому так вот видно хорошо, да? А тут в патину не вошли, поэтому... Да. Это прям старая такая. Да, прям вот, я, например, не отличу, я вижу только, что она очень хорошо проработана. Скажи, пожалуйста, вот эти эксперименты с металлом почему ты делал? Просто интересно было попробовать отлить из бронза. Расскажи, что это за металлы. Ну вот, допустим, вот этот Георгий, он отлит из старой части, нижней части подсвечника 19-го века. Я делал анализ значит, на металл, и это бронза. Это латунь. Латунь от бронзы, я не металловед, отличается содержанием цинка, насколько я помню. Бронза это сплав меди с оловом, там порядка процентов 90-95 меди, а остальное олово, а латуни это медь и цинк. 60-30 звук с отношением с оловом. То есть вот это латунь это медь. А в старых то какие? бронза. Бронза. В старых то что использовалось? В основном вот такое. Почему цвет разный? Вот такой красноватый и желтый? Разное содержание меди. То есть вот этот красноватый это больше к тампаку. Интересно. Да, это порядка 80% меди здесь остальной цинк. А здесь в районе 60-65 процентов меди остальной цинк. Из чего ты еще отливал? Первые там пробы были из свинца. Из свинца? Да. Золото, серебро. Из серебра лил. Есть показать? В мастерской покажу. Покажешь, это интересно что получается. Дело в том, что еще один такой загадочный момент в медно-литых иконах периодически возникают на рынке иконы из серебра. Они, как правило, не признаются подлинными. Они признаются поздними. И говорят, что серебряных икон, медно-литых икон серебряного, как будет сказать, правильней. В общем, иконы по форме классических медно-литых икон, только выполненные в серебре, подлинных их нет. Или почти нет. Новый год отливали из серебра и из меди. Новый год? Да, Новый год в 18-м веке. Из серебра и из меди? Да, и тот, и другой серебра вы могли заказать из серебра отолить, из четырехстворчика отолить. В Эрмитаже хранится такой склад из четырехстворчика из семьсот двадцать девятого года из серебра. Да, это безумные деньги, конечно. Безумные, потому что по серебру он же четырехстворчий склад. Он вот в меди весит килограмм наверное два, ну полтора. Вес очень большой. Вот. Соответственно это на те деньги, когда рубль весил там порядка двадцати грамм, это грубо говоря там двадцать рублей. Насколько я понимаю? Или сколько? Или сто рублей? Что-то я... Сто рублей. Это это безумные деньги на первую треть восемнадцатого века, это деньги абсолютно безумные. То есть... Тем не менее встречаются, нет, нет, это было. Было и в преображенском литве тоже встречаются. И в дневных дозорном записи я встречала что льют кресты, тельники из серебра. Ну тельник-то ладно, тельник это все-таки... Тем не менее иконы лили, слезенечки которые-то позволили. Так, интересно. А они внешне отличаются, дают какое-то преимущество по красоте? Да, наверное, так. В зависимости от сочетания еще, серебро чаще всего еще декорируется эмалями, часто уже. Ну пусть оно декорируется эмалями, но оно уже должно подкрываться патиной со временем, оно даже осталось черным. Вот там какой-то образ есть черный, я не знаю, Антипий, по-моему, да? Это Антипий, да. Вот он не серебряный, но матка, да? Вот черный. Это патина его родная. Ну вот он почти такой же, был бы, наверное, серебряный, только еще чернее, если бы мы взяли серебряную икону. Ну мне так кажется, не видел. Вы как обогранили? В таком большом количестве мы не встречали серебряные изделия. А это вот то, что ты отлил с него, оно позеленело уже. Слушай, а где ты берешь металл? Беру отходы производства. Я могу изготовить сплав сам, взять медь, цинк, ну то есть у меня есть и медь, и цинк, я могу и сам приготовить, могу там из отходов просто говорят, что скупают всякую гнутую медно-литую пластику переправляют ее, это так? не могу сказать, не знаю. Вот Тавтанкин Петрович Серов тоже в своих воспоминаниях, он пишет, что лом покупали в Костроме, понимаете, лом именно. Пластики? Нет, нет, не пластики, вообще просто лом. Но если лом покупают, то она нестандартизированная получается полсостава, так скажем. Ну, тем не менее, использовали и в Костроме. Да, ведь здесь как вот изломали, да, у каждого склава своя температура плавления, своя температура заливки, то есть, если у латуни, у которой соотношение медиа-цинка 65 на 35 это одна температура, у тампака, если брать 80% медиа-цинка, там уже другая, там повыше. Ну вот смотри, Федор Ефимович Варламов, да, в советские годы он тоже был излом. Да. Что можно было вплоть до использованной техники. Да, да. Залить можно все, что угодно. Вот по поводу тампака. Вы знаете древние старые иконы из тампака? Известно, нет? Слушай, это надо технико-технологический анализ делать. Вот просто я хочу сказать, что в Царской России еще было очень серьезное медное производство это пуговицы. И там, естественно, были латунные пуговицы и были пуговицы из тампака. Вот пуговицы из тампака это пуговицы гвардейских частей. Леви-гвардии полки они имели такие же пуговицы как армейские допустим или с орлом там в разные периоды времени было по-разному но они изготавливались из другого металла и вот это отличие то есть вот латунные там и тампаковые пуговицы ну определяющим в форме то есть понимаете то есть тампака пуговицы из тампака это гвардейец это о чем говорит о том что в дореволюционной России эти сплавы существенно отличались по ну по благородству так скажем да то есть тампак это уже что-то такое да более того в Туле делались самовары из тампака и это тоже было что-то такое из ряда вон то есть латунных там было полно из тампака самоваров было там единицы поэтому я спросил по поводу тампак да то есть это какой-то тампаковый самовар это какое-то такое ну чудо-чудное диво-дивное не знаю почему опять же почему они так к этому относились почему они так его использовали но вот это вот факт который я знаю про тампак и поэтому когда я вижу здесь тампаковую икону у меня возникает вопрос ну сейчас-то можно с чего угодно сейчас можно из платины отлить при желании наверное ничего сложного в этом не будет платины надо найти вот тогда был тампак или не был тампак я не видел никогда не встречается вот так вот в старых описаниях но у него была выйти экспериментальная такая партия получилась да интересно да интересно получается ну вот конечно самое хорошо выглядящие это вот это второе это вот это вот это вот оно видно что она такая же почти хорошая но у нее цвет он проигрышный так скажем а здесь здесь я не знаю тут ну вот трудно мне сказать мне по цвету вот этот образ нравится вот по цвету да он наиболее хороший то есть можно изменяя состав металла получать разный цвет да вот раньше таким занимались или нет не знаю вот так хорошо значит это мы посмотрели на твое личное творчество то есть ты уже стал автором одной из моделей а вообще это удивительно конечно вот я не понимаю почему так почему медно-литая пластика ограничена таким небольшим набором сюжетов ну по большому счету это небольшим почему не делал каждый мастер свой сюжет который он хотел вот можно же было не там я не знаю сколько там сюжетов допустим медно-литой пластики ну там 300 допустим да по прескуранте наследника Пастерякова 1914 там более 100 ну 100 ну 100 но они наверное не все делали есть 17 век есть 18 век но все равно это какое-то очень незначительное количество я думаю что всех вариантов медно-литых икон вообще всех я думаю что их тысячи не будет ну я не знаю опять же варианты но варианты что вы имеете ввиду декоративное убранство ну во-первых начнем с сюжетов почему вот Андрей вот он недолго этим занимается вот там 7 лет и уже сделал свой образец вот иконы Аввакума захотел сделать сделал почему так каждый литой литейщик старый он не делал так почему допустим не было там Людмилы Чешской допустим вот например не было такой иконы в принципе или допустим там ну возьмем вот Андрей Стратилат был Андрей Прозванного не было Андрей Критского не было ну просто не было как-то таких вот персоналик не было образовка почему не сделать ты же сделал могу ответить на этот вопрос это очень дорого и очень долго чтобы сделать качественно проработанную модель это кто-то сделал вот на авакуум допустим ушло больше полугода времени и стоимость модели 75 тысяч рублей знаешь это может быть сейчас для тебя это дорого но тогда когда это лилось килограммами и пудами на вес продавалось тут же производства были это же практически но это как завод вот он вот он живет он как он как это как завод у него доход большой он мог себе позволить но не делали они этого почему вот так дело в том что даже по преображающим мастерским медным заведениям да был взят основной состав из выговских более того вот пожалуйста вам Сергий Радонежский это же это что такое это повтор Хрусталевым уже существующий это он вот этот вот матку сделал но уже существующего образа когда да когда они вообще меняли что-то они же однозначно они же меняли в декорациях в основном есть вот есть отличия но они сюжетов не трогали то есть вот есть вот Сергий Радонежский это он такой может он рамку ему сделать Илья Пророк вот допустим вот он одной иконографии а рамок там полно и там есть там вот это вот где там колесница там есть гладкая то есть это о чем говорят что были разные матки но все равно они вот этот сюжет один и тот же они его и делали на протяжении столетий и если он отличался вот он для коллекционера отличается вот которые коллекционируют они сразу знают что вот это там часто встречается это редко встречается а нам вот так вот нам неотличима ну то есть там цветочки кружочки орнаменты вот совсем бы я согласилась дело в том что вот даже у Хрусталева мы видим да вот допустим вот образ три святителя но это Хрусталев ради Хрусталевский это уже да есть странно но как это более ранний он мало проработал для Хрусталева но это не модель это уже отлив к Андрею но я могу показать вот то что модели сохранились в собрании общины понимаете и Хрусталев допустим в 1884 году делает другой образ трех святителей это вы помните прямо лично да но у него целая группа таких сборная святых да так вот я не понимаю почему это каждый мастер не делал почему свое не делал каждый раз занимался бы я этим у меня бы сразу было бы масса личных дорогого удовольствия все таки можно вот эту книгу да дорогого удовольствия все таки вы хотите позвонить чтобы сделать новую модель да это изначально нужно сделать образ вырезать в дереве ну либо там в воске да дальше сделать отливку и эта отливка шла уже в работу мастеру чеканщику я думаю что мастеров мастеров чеканщиков не так много наверное вот наверное не так много но я хочу сказать что мы же уже сейчас в разговоре поняли что такие вещи происходили модели новые делали но делали модели уже по существующим иконам с небольшими отличиями были там он ну андрей стартилат допустим тот же самый это вот там допустим новая икона она на выгу появилась мы понимаем что это вот когда она появилась в связи с чем и вот и что это за икона но ведь только она появилась ну там она там еще какие-то вот эти вот столбики я не помню кто там еще там апостолы петр есть возможно ну там 4 Даниил Даниил да и еще есть митрополит Ионов ну вот вот их 4 этих вот эти вот столбикообразные иконы которые мы понимаем когда появились абсолютно новые сюжеты так почему же никто не делал этого еще и еще и еще и еще мне кажется что потребность была мне кажется в расширении ассортимента и количество лития вы не забывайте что она просто изымалась вы понимаете а кстати вот это очень интересный момент изымалась да то есть это же было поднадзорно не 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 дело-то наверное может быть даже было в другом дело в том что все эти иконы они же делались как старые их же запрещено было делать и соответственно появление нового какого-то сюжета может быть в этом дело оно могло навести полицейское преследование на полицейского вот он сейчас полицейский увидел вот это все он сразу сказал извиняйся все в речнице чудового монастыря все здесь даже не разбираются старые или новые обраде это не важно было главное что это меднолитой обрад очень редкий это очень редкие вещи расскажи вот я такой первый почему это вот так делается то есть вот эти мастер-модели это из этого дома из дома Владимира Ивановича прям держится да но мы вот можем видеть момент компоновки да то есть вот в эту рамку могли вставить в принципе любой образ и отлить уже как это называется правильно спайк спайками спайк да но это неправильно коллекционная коллекционерская собирательская так сказать современное название спайк да редкая спайк в принципе можно было сделать вот так вот допустим да вот еще одна тоже рамка тоже из дома Владимира Ивановича и образы Георгия этого вот он сюда вставляется чтобы немножко потолще было я наклеил кусок кожи чтобы она не выпадала и вот таким вот образом формую и уже получается цельнолитая отливка с вариантами таким образом расширяем новый демент так хорошо но у нас уже долго идет передача мы побываем ты отойдешь для нас что-нибудь покажешь да покажу вот мы наверное следующий нашу передачу пойдем мастерскую к Андрею и посмотрим как все происходит дорогие зрители если вам интересно ждите наш следующий передач спасибо мастерская Продолжение следует...